Пацаны, всем салам! Едем на работу. Понедельник. Что у нас сегодня заявка какая? Какая-то бетонно-железная херня. Короче, два швеллера по бокам. Длина 7 метров. Ширина 80. Высота 25 где-то. Залито бетоном. Вес непонятен. Была уже попытка поднятия. Сейчас тут рядом с домом, недалеко, поэтому можно попробовать. Время есть, работы нет. Да, кстати, клиент уже подъехал, отвез, показал. Мы с ним посмотрели подъезд, что как. Он говорит, сам посмотри, чтобы не было лишний раз, чтобы не ехал. Ну, по-любому пробовать, говорю, надо, что тут рядом. Заедем, попробуем. Да, да, нет, нет. Вон она лежит справа. Сразу решил подтянуть дальний край к себе. Даже и не стал пробовать. Честно говоря. Ну, не взял бы однозначно, да. Потому что прям этот край что-то так тяжеловато пошел. Стрелой вообще не берет. Вот так вот грузом подтягиваю поворотом. Потом стрелу задвигаю. Кое-как вот так хорошо, ну, и место позволяет. И теперь по весу. Как высчитать, да? Вот такие, в принципе, моменты можно не очень сложно и приблизительно. Берем 7 метров длина. Умножаем на 0,3 высота и 0,8 ширина. Получаем где-то кубатуру 1,6 с копейками. Объем вот этой всей херни. Объем умножаем на 2,500. Это, грубо говоря, бетон. Куб бетона 2,500. Ну, средняя такая величина. И получаем вес 4,200. Ну, по ощущениям, мне показалось, тонн 5. Теперь там же два этих двутавра. Еще по торцам что-то зашито. Грубо говоря, 15 метров считаю. Я тут погуглил. Не знаю, насколько правда. Метр такого тридцатого двутавра весит 30 килограмм. Минимально. Получается 450. И плюс вот этот горб еще бетона сверху. Он как бы холмик, да? Вот этот по всей длине. Еще там полтонны, наверное. В общем, 5 с копейками. Вот это ближе к истине. И вот еще, опять-таки, самое интересное. Что ощущения, они всегда, ну, частенько обманчивые. Тем более, вот, еще, ну, сказали, да? Клиент говорит, честно говоря, вот приезжал человек. Кстати, судовой манипулятор приезжал. Он не смог поднять. Ну, я стрелой тоже не смог поднять. Гидравликой не берет. То есть, перегруз. А, ну, когда уже ближе подтащил, да, тогда смог. Все, загрузились, выезжаем. Тезка снимает. Красавчик. Сейчас через арку. Опасный момент вообще. Яма между колес. Сейчас этот, едем уже. Клиент звонит, ну, с которым сейчас едем. Он за мной ехал, обгоняет. И что-то поворотником моргает. Чего моргает нам прямо. И потом звонит. Ты, говорит, там этот, по левой стороне едешь. Ну, четырехполоска. И я по левой. С правой стороны там кто кто-то стоит. То этот подметалка сейчас подметал. И я по левой, короче. Он, говорит, там рядность, ну, движение только по правой, прямо. Блин, говорю, я не знал даже вообще, не в курсе, короче. Да, говорит, ну, это, недавно сделали. И дорогу обновили, и знаки обновили. Смотри, говорит, аккуратнее. Не знаю, камера, не камера там висит. Но потом узнаем. Сюрприз будет. Так, едем в Хасанью. Уже в Хасанье. Всем манипуляторщикам Хасани. Салам алейкум. Вот такие серпантинки тут. Немножко есть. Там, кстати, спрашиваю у клиента. Там место как? Так, идеально, чтобы я мог просто вот так вот подъехать и сбоку выгрузить. Там, говорит, газовая труба. Ну, посмотрим. Я говорю, ну, если я не смогу, он здесь и не сможешь. Возле дома, прямо на улице положим, и все. No problem. Так, сейчас опасная ситуация будет. С правой стороны Lexus. С левой стороны тоже. Что-то не совсем дешевое. Аккуратненько надо будет проехать. Ну, это у нас как бы в порядке вещей, чтобы чувства не затуплялись, да? Габариты, чтобы свои, как сказать, чувствовал нормально. Вот справа, где он смотрит. Вот туда надо через газовую трубу. Естественно, туда вовнутрь не заедешь, низко. И надо туда положить, естественно, еще не сразу за забором. В общем, нет, тут вообще вариантов нет. Там, ну, за забором еще как-то, может, допустим, там вдоль. Ну, там этот перекроешь въезд, смысла нет. А дальше туда как-то я точно не смогу его. Он говорит, все, все, no problem. Тоже нормально, адекватный такой. Нет, нет, все, едем вот тут недалеко. Положим, говорит, прямо где удобно и не будем, короче, эксперименты проводить. Сейчас вовнутрь заедем, решили все-таки не на дороге. Ну, тут нормальный заезд. Во дворе положим. Скорее всего, это он говорит, я что-то даже не знаю, что этот... Ну, по дешевке, говорит, взял. Чисто из этих двутавров сейчас. Сейчас опять-таки погуглил. Метр погонный такой, такого двутавра 30-го стоит 3 500. Представляете? Сколько там? 15 метров, да? Охренеть, это вот просто. Сейчас там положим его на что-нибудь, ну, повыше, чтобы его долбить, чтобы высыпался этот бетон, раздолбить, и вот тот же под навес, да, где-то что-то, не знаю, там, Тельфер, Мельфер, ну, в любом случае, это такой металл сейчас вообще... А, клиент же тезка мой чуть не забыл. Все, говорит, там, снимай, там, что хочешь, выкладывай. Я говорю, о, спасибо. По цене тоже, я говорю, вот столько будет стоить. Он, ну, давай за столько. Я говорю, не, не, не смогу. Он, все, ладно, хорошо, без проблем. Все, вот, выгрузили, поехал я. Дальше вот такая балда бетонная. Хорошая работа, вот, один подъем тяжеленький, да, что не каждый сможет. Уже можно цену говорить нормальную. Ничего не надо его привязывать там, он никуда не выпадет. И для машины он не сильно тяжелый, то есть едешь, как бы, не напрягаясь. И недалеко, ну, не очень далеко, там, не надо через весь город, через пробки, там, светофоры. Заезд отличный, шикарный, вот, провода, трубы и ничего, грязи нет. В общем, хороший заказ, хороший клиент. Чуть-чуть покажу вам, вот, местность здесь вот такая. Вот здесь слева раньше был совхоз декоративных культур, по-моему, так назывался. Ёлочки там, туи выращивали, ну, зелень всякую. До сих пор вот ёлки там растут. Ну, совхоз, по-моему, уже давно не работает. Так, короче, ещё один заказик у нас нарисовался. Опять туда же, куда я утром возил этот кусок бетона, теперь туда же надо поехать, ну, грубо говоря, в тот район. И оттуда забрать опалубку, блин. Так хорошо было бы, если бы, вот, чуть по времени, пораньше бы совпало это. Вообще, золотой рейс получился бы. Ну, и то хорошо, уже в день два заказа. Это уже радует. И это не может не радовать, как сказал бы какой-то блогер, не помню. Так, ещё раз передаю привет фасанинским манипуляторщикам. Ну, это у нас сейчас тот мостик уже всем знакомый. Что-то я сюда уже пару раз приезжал. Ну, тут уже вот, как это, завершение объекта. Надо опалубку вывести, всё, что надо, там построили. Сейчас будем грузить опалубку. Не люблю я, вот, больше всего, наверное, вот эту опалубку возить. Она вся разная, ну, нормально. Вот её сложить, самое трудное, в кузове сложить. И, как обычно, хотят прям за один рейс увезти, всё сразу. Всегда приходится кучей валить там. Она-то можно было как-то их складывать, но они все разнокалиберные. Где-то доски шестиметровые, где-то вот эти вот стойки железные. Где-то, что там ещё есть, вот эта фанера, да. Она тоже бывает попиленная. Они ещё хорошо, вот, бывает, кто-то складывает аккуратно, прям ровно. Кто-то, бывает, тяп-ляп набросает, со всех сторон вот торчат. Нормально не со... вот сложить её в кузове. Потом её связать надо, чтобы она, не дай бог, не высыпалась. Она вся из кусочков, тоже связать не так-то просто. Вот, что у нас по плану. Вот эти вот пачки досок. А эти фанеры закинул я уже. Теперь надо как-то там шестиметровая. Вот эта шестиметровая пачка. Смотрите, вот как они проволока стянули. И вот этими зажимчиками строительными сделали. Вот, молодцы, пацаны. Соображают. Сейчас её как-то всунем с одного края. Всё, шестиметровую засунули. Теперь одна пачка пятиметровая. Одна пачка четырёхметровая. Салам алейкум. И ещё надо будет стойки. Железные вот эти вот телескопические. Они трёхметровые. Вот это куда-то туда назад. Но, блин. Они разваливаются же. Короче, будем стараться. Ну, надо постараться тоже. Не так, что... Ах! Чё влезет, то влезет. Пофигу там. А пацаны говорят, в принципе, говорит, такое вот мелочёвка какая-то останется. Ну, на газели, говорит. Закинем. И клиент тоже нормально. Тоже вот адекватный. Хотя, обычно, сами знаете, да? Да давай, да мы это за один рейс привозили. Да вот точно такой же КамАЗ был. Да он там наверх положил. Да привяжем как-нибудь. Ременей. Вот куча надо там. Где-то оставляешь, чтобы не вытягивать. Не везде получается. Вот сейчас будем пихать их. Вот так поставили. С двух сторон пачки. И посередине вот как-то надо пошире. Не знаю, если не развалится это всё. Ещё и по дороге же надо его довезти. Вот довезти, кстати, надо будет через город. Не просто так. Сейчас вот я положил, а не как-то не совсем. Ну всё, вот так получилось. В принципе, не прям смертельно. Привязал вроде ничего. Всё нормально, доехали, разгрузились. Всё хорошо. Вот такой бардак всегда после вот этих, таких грузов. Это ещё узбеки, ребята, все стропы, смотрите, собрали, развесили как было. Молодцы, единственное мне стяжки собрать надо. Всё, всем спасибо, всем удачи и здоровья. Субтитры сделал DimaTorzok